это крещение святой водой а значит крещение духом святым сейчас ты будешь испытывать другой покой вот какой-то мир в душе сейчас ты будешь чувствовать как будто вот голубка садится на тебя и вот успокаивает тебя постоянно если тебя что-то нервирует ты будешь прям чувствуешь что что-то тебя успокаивает постоянно да потому что дух святой сейчас возродился в тебе это возрождение духа святого в тебе ты теперь духовный человек ты теперь не физический человек дамы и мы остаемся телом но сегодня ты уже духовный человек на тебя духовный мир и бог смотрит как на дочь царя слава господу слава господу это так великолепно это так великолепно и поблагодарить иисуса что ты сейчас новое творение господь миленький мы благодарим тебя за то что сейчас это вода и это масло святое осветило ее сейчас этим маслом ты можешь каждый день мазать себя добавлять в пищу это сейчас освещенное масло можешь и себя мазать и это будет исцелять тоже тебя вот допустим глазик заболел глазик помазал и ты уже исцелилась да потому что это святое масло слава тебе иисус слава тебе иисус слава тебе иисус Ты знаешь, что интересно, да, мы не видим, что происходит вот в мире, да, мы хотим глазами это понять, да, но я тебе хочу объяснить, что сейчас ты окунулась, и духовный мир видит эту процедуру, он видит, что ты сделала, он видит, что ты осознанно отдала жизнь Иисусу Христу. Это видит духовный мир, это мы глазами не видим, но я вижу конкретно, как ангелы ликуют, как небо ликует, еще один ребенок спасен, еще один ребенок возрожден, и ты совсем по-другому будешь себя сейчас чувствовать, ты будешь чувствовать поддержку неба намного больше. Ты сейчас полностью освобождена от всех проклятий, от всех зависимостей, теперь если что-то приходит, мысль какая-то о старой жизни, ее нет, это всего лишь мысль. Потому что в духовном мире Господь взял вот новую тетрадку, сейчас, новую тетрадку с пустым листочком и начинает писать твою жизнь заново. Вот это все, что здесь написано, да, это только в твоей голове, в духовном мире этого больше не существует, ты новый шедевр, вот тут начинается твоя жизнь. Поэтому Иисус говорит, преображайтесь умом вашим, духом ума вашего, почему? Перестаньте вот так думать теперь, начинайте думать правильно, что вы исцеленные, что вы богатые, что вы радостные, что вы счастливые, что вы здоровые, что вы новый шедевр, что вы уже процветающий человек, а не бедный человек. Вот начинай вот сейчас вот так думать, с нового листочка, хорошо? Спасибо Иисусу, очень много, очень много болезней было. Да, и все, 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 что есть, все. Рассказывай всем, помогай теперь всем, если кто-то болеет, скажи, слушайте, у меня букет болезней было, они все ушли просто за две консультации. Главное, сахарный диабет такой был, начальник, страшный сразу. Диабет? Сахарный диабет. Сахарный диабет, окей. Сахарный диабет, да. Вот после короны. Вау. Вау. И все ушло. Да, его нету. Я кушаю все, что как нормально. Таблетки бросила сразу, когда мы с тобой соединились, знаете, да? Это же вот последнее уже было, что определили сахарный диабет. Большое, 10 сахарный диабет, днем, а утром 200. Вау. Было, было, нету. Нету, нету, слава Иисусу. Все таблетки, все терапии отменила, все массажи отменила. За две консультации. Вау. Три консультации. Три. Вау. Ну ты уже здоровая делаешь водной. Да. У нас первая, вторая, третья часть. Вау. Это просто круто. Это просто круто. Ну я их смотрю, включаю. Да. И вообще все смотрю. Все смотрю, что ко мне приходит. Молодец. Молодец. Все. И не один раз, а несколько раз смотрю. Уже по несколько раз все просматриваю. Да, да, да. Классно. Спасибо Иисусу. Спасибо. Правда, спасибо Иисусу. Слушай, мне так нравишься ты здесь. Такая хорошенькая. Такая... Ты знаешь, вот ты стала прямо в лице светлее. Посмотри, святая вода. Когда человек умывается святой водой, он как будто тьма от него отходит. Человек начинает сиять изнутри. И ты вообще, ты вот совсем по-другому выглядишь. Мы когда вот только с тобой встретились сейчас, совсем другое лицо было. А сейчас прям свежесть такая, сиянь. Аллилуйя, Слава. Вы даже не представляете, что в духовном мире происходит. Это кажется, что ничего не происходит. Сидит Ваня, ну и что? А Нелли там где-то молится. Но нет. Нет, еще раз нет. Во-первых, у тебя сейчас освещенное масло. Это очень важно, да? Поэтому это святое масло, оно добавляется в воду. Во-вторых, ты сказала духовному миру, прими меня, как старое творение. Я хочу умереть со всеми этими проклятиями. Все, что я неправильно делала, все, что в моей жизни было неправильно. Я хочу умереть. И выйти из воды, как Иисус вышел из воды, Он же тоже просто окунулся в воду. Ну что тут такого? Иисуса же также окунали в воду. Но нет. Когда ты только из воды вышла, все твои проклятия были перечеркнуты, и Господь, ангелы сказали, все, это наша дочь, и мы начинаем ее по-новому поднимать. Поэтому очень важно мышление менять, он говорит, мышление, меняйте мышление. И все, что для нашего глаза кажется, ну что тут такого. А для духовного мира это огромные перемены, огромные. Поэтому мы духовные существа, мы не физические существа. Если мы хотим что-то физическими ушами, глазами и мозгами понять, мы все равно ничего не поймем. Мы только поймем тогда, когда мы реально это сделаем. Мы прочувствуем реально эту свободу. И ты ее прочувствуешь. И лицо прям сиять начало. Я прям вижу это. Реально красиво. Классно. А снимок можно сделать? Ну, в видео или нельзя? Я видел, как из металла. Металл уже стоит, не кость стоит у человека, а металл в костях стоит, в ногах. И этот металл превращался в кость. Поэтому у Бога нет ничего невозможного. Невозможно это для нас. В руках сила и пальцы, пальцев сила. Класс, класс, класс. Вот так и говорим. В руках сила, в ногах сила. В ногах сила. Да, молодец. В руках, в ногах, в спине. Спину могу как-то можно держать опять. Вау, вау. Мы... Я просто не струнги от того, что делать. Я, конечно, хотела, чтобы он пришел. И в одном видео я и сказала, чтобы, это самое, и дети шли. Ну, может быть, я сказала. Ну, сказала. И давайте сказала. Чтобы не врачам шли. И никакая ты не бабка. Да. Пусть смотрит видео твоё, какая ты бабка. Да, да, да. Разные бабки есть. А вот эту бабку я и поставила на ноги. Да. Без карт, без того, что разгладывала тебе что-то. Да, 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 да. Без карт, без кофе, без него. Без кофе, без сего. И я знаю, каждый человек, надо сказать, что был там и у цыгана, и у всех, как говорится, всех не пали. Я проходила это, это, ну, как, в этой жизни мы встречаемся с этим. Да, да, каждый куда-нибудь влюбился. Да, да. И когда уже, уже без, знаете, человеку даем деваться, уже край. Вот самая первая болезнь моя была, это вот биопопулярный, биопопулярный шестерлок у меня было. Когда вот депрессия. Это самая моя первая болезнь. А потом уже, когда корона притепилась, и пошла, ну, один год и 52, наверное, это вот это вот было. Конечно, борьба была сильная, но выжила. Нам нужно что? Свидетельство, что ты вот реально за три сеанса весь букет свой убрала. Вот что нам нужно, да? Прославить Иисуса, да? Без карт, без кофейных гущ, без ничего. Мы делаем просто чудеса с Господом вот таким образом. Господь сказал, что Он будет так двигаться, и я так двигаюсь. Я не показал, я бы даже не представила себе, как это вообще возможно. Но, оказывается, все возможно. У Господа нет расстояния. У нас в голове расстояние. А у Господа Он безграничный. Он может и за морями, и за океанами исцелять. Ему не нужно, чтобы мы где-то стояли. Ему нужно, чтобы Он через нас мог эту силу проявить. Все. Ему больше ничего не нужно. Поэтому я сейчас слушаю тебя, и я чувствую опять свидетельство. Просто шикарное свидетельство, Агата. Спасибо Иисусу. Слава Господу. Он через тебя меня вылечил. У меня было, значит, три раза, да? Мы встречались по видео. Да, три раза. И, значит, три части были лечения. У меня, значит, было много, куча болезней. Я могу их перечислить. Нас снова на первом утепианале. И, значит, первая была бипопулярная шторм у меня, но это депрессия, как называется. На то же деле, я с два раза. Да, первая болезнь. Потом проблемы, проблемы сильные у меня с ногой. Травма была на левой ноге. Потом пошли колени, позвоночник. Значит, бюсты, это как по-русски были? Борисницы. Борисницы. Зрение упало. Корона я болела сильно. У меня много с чего легкие поражены были. Значит, остаток был. Врачи сказали, что есть нарушение. Осталось легкие. Зацепило, было хорошо. Ничего нету проверили. Потом сахарный диабет. После короны пришел. Шраф шторм. А, шраф шторм. Нарушение сна. Да, нарушение сна. Нарушение сна было. Я во время короны, после короны два месяца, значит, 12 раз вообще не спала ночью. И я не вспоминаю, я просто как бы даже не переживаю. Просто так говорю, как будто бы смотрю, и вот птицы летят, а вот полетела, полетела. Это не мое. Я просто рассказываю. Как будто не с тобой было, да? Ну, с мной. Не со мной все было. И, значит, потом проверили желудок и сказали, значит, что еще это отхаркивание, кашель был у меня. Годы и два месяца, надо сказать, да, когда мы встретились. Этот кашель, отхаркивание не проходило вообще. И вот это все, значит, и потом еще последнее было, самое последнее, когда проверили кровь у меня и определили, что у меня сахарный диабет. И сахарный диабет на 200 утром. Ну, и сказали, ну, днем 10, значит. Я начала сразу принимать таблетки, и это было последнее, я сказала сыну, say to me. Меня с Нелли, я знаю, слышала уже ее голос, даже давно уже. Вау. Одно спасение у меня это Нелли, все. И я пришла к тебе и забыла про все. Вот, всего три раза, всего три раза мы встретились с тобой. Сегодня четвертый раз это трещение, водное трещение. Вот, много раз. Я себя чувствую очень легко. Вау. И благодарна тебе, что Господь тебе дал задание лечить таких людей, которые уже срогнали себя в угол и не знают, что дальше делать вообще. Вау. У меня словни, такой букет за три консультации, ты сидишь, вся сияешь, вся светлая, вся красивая. Как девочка сидишь там, я смотрю на тебя просто. Ну, ручки, покажи мне свои ручки. Воду носишь, ящики носишь. Это же чудо. Я забыла, я забыла про руки. Руки, значит, я не могла уже ведро паскать, я не могла, мне пальцы все болели лучше. Я тогда говорила, сейчас видно, какие они кривые стали были. Да. Кривые стали. Вот этот палец, он стоял ровно, он не шевелился вообще. И я, значит, назначила бештралинг, это облучение. Облучение. Я делала эти руки уже два раза, делала. Два раза. Восьмом, в двенадцатом году, и вот хотела в этом году сделать. И сказала, что, Нелия, я уже прошла этот осмотр, значит, уже сделали рентген, как туда направлять эти вот бештралинги, да? И это была пятница. Мы с тобой встретились в субботу, а в понедельник я должна была уже поехать, и мне должны были уже первый раз делать. Потому что сразу мне делать, сначала вот это разговаривают, это самое, смотрят, где точки вот эти все, через рентген, все. А потом уже, ну и все, я в понедельник утром сразу позвонила, говорю, и сань, утром киши. Вау. Мой фига фунг, сань, я фига. Прошло. Ну, короче, какое-то чудо произошло, и я могу этим пальцем шевелить, они говорят, ой, такое мы еще и не слышали никогда. Мои глаза тоже. Я бы хотела просто реакцию посмотреть. Да. Ну, я бы и в виде хотела бы, да, но это по телефону я сказала. В общем, я сказала, терминус я отменяю, и все, и никакие. Вот. А потом у меня и шпоры, сколько лет были же, она там. Вот, на мыть, на шпоры. Нет. И они не успевали проходить, и опять, вот они, здрасте, были. Нету, все. Вот эти пальцы, они вот такие шустрые стали. Да. Я опять пишу, вот этот вообще, такой бы он, он вообще вот тропа стоял и не сгибался, вообще не сгибался. Вау. У меня, у меня хороший, божественный шок у самого, понимаешь, что делает Господь. Это просто чудо, поимейся. Хорошо, хорошо. Да? Я люблю тебя, Нелли. Я тебя тоже люблю. Обнимаю тебя, да, крепко-крепко. И Бог с тобой, не переживай, все у тебя будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!